В Донбай завершился этап Кубка России по классическим шахматам. В соревнованиях приняли участие лучшие шахматисты из 14 субъектов Российской Федерации. О победителях и награждении Дина Тахчукова. Глеб приехал из Ставропольского края, но выступает за команду Карачаева Черкесской Республики. Шахматом увлекается не так давно, всего три года. Однако за это время успел достичь хороших результатов в этом виде спорта и принять участие во многих соревнованиях. Глеб признается, своего последнего соперника, кандидата в мастера спорта из Татарстана, победить было непросто. Да, сложно было, потому что мне сегодня нужна была только победа. Мне приходилось как-то обострять позицию. На первое место в соревнованиях Глеб не рассчитывает, однако количество набранных очков за турнир дает шанс на одно из призовых мест. В этапе Кубка России Домбай Опен приняли участие 8 гроссмейстеров. По мнению главного суди Михаила Крюкова, это один из сильнейших турниров, который проводился на Северном Кавказе. Я считаю, что шахматисты Карачаева Черкесии, Северо-Кавказского федерального округа выступают достойно. Хотя персонально кого-то я не хотел бы отмечать по той простой причине, потому что молодежь нельзя захваливать. Ну, достойно. Владимир Поткин был лидером в рейтинге «Фаворит». После пяти этапов был вынужден сняться с турнира по состоянию здоровья. Вторым фаворитом был шахматист из Латвии Игорь Коваленко, который вел борьбу за первое место. Однако итоговые результаты оказались неожиданными. Так, победителем этапа Кубка России по шахматам Домбай Опен стал Александр Ластин из Железноводска. В принципе, конечно, не ожидал, что займу первое место, потому что уже тура с пятого оказалось, что первое место как бы закрепил за собой Игорь Коваленко. То есть, как бы настолько он очень уверенно, мощно играл, что казалось, после пятого тура, ну, уже судьба первого места предрешена. Вот, ну, вот в конце ему немножко не повезло, проиграл последнюю партию. Я выиграл последнюю в сильном цветноте у соперника. Ну, и вот как-то еще повезло с коэффициентами. Так что неожиданно. Ну, в общем, как бы по игре рассчитывал на второе-третье. Вот, ну, улыбнулась фортуна. Общий призовый фонд турнира составил 550 тысяч рублей. За первое место 140 тысяч, за второе 70 и третье 40 тысяч рублей. Победители, помимо солидных денежных призов, получают также очки, необходимые для выхода в финал, который пройдет в Ханты-Мансийске 7 декабря. Дина Тахчукова, Расул Камилов, Наиб Цычоев, КЧР-ТВ.